Сладкий и соленый, с душистыми добавками и специями, с начинкой или без разнообразных хлеба. Голочных изделий удивило всех присутствующих на втором черноморском форуме по хлебопечению. Нужно стремиться к тому, чтобы пекарь сам мог продавать свою продукцию. И основная, конечно, прибыль оставалась была у пекаря. Перепад напряжения, сгоревшая техника и безвыходная ситуация. Жильцы Красногвардейского района ищут справедливости. Выхожу в прихожку, смотрю, у меня у сына уже дымится телевизор. Все, да, и поток света, и шут, сгорел, все уже. Школьникам путевки в Питер, а управление образования Симферополя, сертификат на 500 тысяч рублей. Сегодня школу лицей номер 3 имени Макаренко посетила делегацией Санкт-Петербурга. Визит проходит в рамках Дней Питера в Республике Крым. Школа лицей номер 3 одна из самых больших в Крыму. В ней учатся более двух тысяч детей. Лицей входит в список лучших учреждений России. Сегодня самые талантливые и выдающиеся из рук вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Хдивинского получили путевки в Северную столицу. А управление образования Симферополя для решения насущных проблем получило 500 тысяч рублей. После торжественной части делегация провела серии семинаров и круглых столов по различным актуальным вопросам серии образования. Педагоги города Симферополя приняли активное участие. Руководители нашего города посещали седьмой петербургский образовательный форум. Это крупнейшее событие в жизни образования не только в Санкт-Петербурге, но и всей российской системе образования. За два года сотрудничества в городе Симферополе обучилось 3200 педагогических работников, повысили квалификацию на нуждах Санкт-Петербургской академии. В свою очередь глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев отметил особую значимость сотрудничества с коллегами из Северной столицы и проинформировал о будущих совместных планах. В 2017 году провести единый выпускной вечер в городских школах. Дни Санкт-Петербурга в Крыму прошли к своему завершению планов на совместное сотрудничество моря. Уже ближайшие дни крымские дети отправятся в северную столицу, а питерские школьники приедут на полуостров. Мэри Бадунс, Служба новостей и ТВ. Сегодня по всей России отмечают День социального работника. В Крыму чествовали всех, кто самоотверженно работает с людьми и помогает им в различных жизненных ситуациях. На празднике наградили лучших представителей этой профессии. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. От нянь сиделок до тех, кто занимается социальным обеспечением всего полуострова. Сегодня в профессиональный праздник каждый достоин поздравлений. Свои пожелания передал глава республики и полномочный представитель президента в Крыму Олег Белавенцев. Вы работаете не только руками, но и прежде всего сердцем и душой. Сегодня мы чествуем вас в ваш профессиональный праздник. В Крыму в системе соцзащиты работают более 5000 человек. Каждый день они помогают пожилым людям, инвалидам и ветеранам, а также тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Эти люди защищают права общества, добросовестно выполняют свои обязанности. Сегодня наградили лучших соцработников года. Ирина работает в службе занятости населения уже 24 года. Вспоминает, профессию выбрала потому, что любит общаться и взаимодействовать с людьми. Когда видишь счастливые глаза человека, который получил работу, который даст ему возможность кормить семью, видишь эту благодарность и понимаете, все эти трудности уходят на второй план. Поэтому мы получаем большое удовлетворение от своей работы. А этот дружный женский коллектив раньше работал в сфере пенсионного обеспечения. Уйдя на пенсию, сотрудницы не потеряли связи. Хоть и видятся нечасто, праздники отмечают вместе. Наш старый дружный коллектив, много лет мы не виделись. Мы очень рады, что при присоединении в Россию нас не забывают. Мы собираемся безумно рады друг друга видеть. День социального работника – особая дата в календаре страны. Ведь те, кто самоотверженно помогает людям, а иногда заменяет им самых близких, достойны особых чествований. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Хлеб всему голова – важному продукту, важное мероприятие. Второй Черноморский форум по хлебопечению стартовал сегодня в Ялте. Участники подняли самые актуальные темы отрасли. На каком уровне она сейчас находится в Крыму, как решить ее проблемы и куда стремиться. Диалог пекарей с властью закончился заключением ряда договоров. Сладкий и соленый, с душистыми добавками или специями, с начинками или без, дрожжевой или нет. Сегодня хлебобулочные изделия – это не просто продукт, чтобы насытиться. Его вкусовые качества оценивают гурманы. Многообразие сдобы производители представили на втором Черноморском форуме в Ялте. Вот только высокой конкуренции в Крыму, судя по ней, и не пахнет. В своем широком разнообразии представлено всего несколько предприятий. Есть перспективы, ну что бы хотелось видеть. Более широкие даже тех же конкурентов, таких как «Царь хлеб» – серьезных конкурентов, и других пекарей, к сожалению, сегодня мы не видели. Хотелось бы видеть. Они на нас присматриваются, мы на них присматриваемся, выбираем, что они, что мы лучше. Профессия пекарник всегда технологическая. Порой соприкасается с творчеством. Что эти изделия, как не произведение искусства? А приготовили это все студенты. На первый взгляд кажется, что сделать это тяжело. Однако будущий пекарь уверяет – главная практика и все получится. Это сделано из соленого теста, это все лепка. Сначала мы замешиваем тесто, а потом вырезаем уже тесто, либо какую-то форму делаем для этого. А потом уже более как-то, менее вырезаем и оформляем. Вот так вот из обычного теста можно сделать произведение искусства. К слову сказать, научиться АЗА можно прямо на форуме. Студенты организовали для посетителей мастер-класс. Вот только в производственных масштабах своими руками такие изделия сделать не получится. Для этих целей на выставке представлено и современное оборудование для пекарень. На пленарном заседании организаторы форума российская гильзия пекарей и кондитеров задает актуальную тему для разговора. Как развить хлебопекарскую индустрию в регионе? К слову сказать, цифры говорят, что за последний год рынок хлеба в Крыму поднялся на 14%. Выпекли 167 тысяч тонн сдобы. Вместе с этим и цены выросли пока на 10%, но они будут расти и дальше, уверен президент гильзии пекарей Юрий Концельсон. Он же поделился своим видением, как поднять рынок хлеба в республике на новый уровень. Стремиться надо к тому, чтобы был более разнообразный ассортимент. Нужно стремиться к тому, чтобы пекарь сам мог продавать свою продукцию. И основная, конечно, прибыль оставалась бы у пекаря. И стремиться к тому, чтобы этих пекарей, этих пекарей было, конечно, гораздо больше, потому что срок реализации продукции ограничен. Поэтому нужно, чтобы там, где выпекалось, там и продавалось. Эта площадка создана для диалога власти и пекарей. В первый день поработали эффективно. Организация Роспик заключила три соглашения с Министерством сельского хозяйства, с фермерами и опорой России. А по окончании работы Черноморского форума по хлебопечению участники подпишут резолюцию, где изложат свои рекомендации для развития отрасли правительству Российской Федерации. Завтра форум выйдет за стены гостиницы «Ялта и турист». Планируется ярмарка хлебобулочных изделий крымских производителей на набережной «Ялты». Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ «Ялта». В одной из пятиэтажек поселка Красногвардейское произошло ЧП. В квартиру поступило напряжение, которое превысило стандартный уровень. Вместо 220 вольт в розетках были 380. Почти у всех жильцов сгорела бытовая техника. Чудом удалось обезбежать пожара. В чем причина перенапряжения и возместят ли людям ущерб, выясняла Анастасия Калугина. Несколько дней в этом доме жители наблюдали перепады напряжения. После очередного у многих сгорела техника. Не пострадали лишь те, в чьих квартирах стояли электрические стабилизаторы. Местный электрик показывает на приборе зафиксированный повышенный показатель. Все жители дома возмущены ситуацией. Кроме того, что они остались без света, они лишились в один момент бытовой техники, которая просто сгорела от перепада напряжения. Выхожу в прихожку, смотрю, у меня у сына уже дымится телевизор. Все, да, и поток света, и шут, загорел, все уже. Синий экран на телевизоре, тенор не работает. Я зову мужа, говорю, Эдик, посмотри, что такое тенор не работает. Он проворачивает только тенор, и тут такие брызги, искры. Загорелся телевизор. Она с перепугу подскакивает, думала, бомбят. Подскакивает, но над головой взрывается лампочка. А вот у Аллы в квартире чуть не случился пожар. По распорядку дня она, как обычно, вышла с ребенком на прогулку. Вернулась и обнаружила, ее диван начал гореть. Быстро, своими силами, девушка потушила огонь. Вовремя вернулась. Взорвался, вот у нас роутер, он тут стоит, так. Он взорвался от этого напряжения, 380, когда дали. И эта штука, вот она здесь была включена, она падает сюда на диван, и все загорается. Тут еще были книги, то есть сгорели. И мы просто вот, Бог спас, как говорится, мы вовремя прибежали. Недавно Людмила Александровна с мужем закончили ремонт и купили новую бытовую технику. Долго она, к сожалению, не прослужила. О произошедшем женщина рассказывает с досадой. Я работала в интернете, потом сели мы кушать. И в это время работал телевизор, поэтому как грохнуло что-то вот. И у нас запищал вот этот вай-фай у меня, там вот телефон. Все это мы вскочили сразу. Свет в доме появился как раз тогда, когда наша съемочная группа находилась в квартире у Людмилы Александровны. Хозяева тут же стали проверять, что уцелело. Работает. Вот видите, вентилятор работает. Работает. Вот, одна и та же переноска. А теперь открываем холодильник. Забери вентилятор. Холодильник не включается, не работает. Кроме холодильника сгорел ноутбук, тюнеры, принтер, зарядные устройства. И это еще не весь список. Люди просят помощи, рассказывают, что в местной администрации их проблему решать не хотят. Мы зашли в районное отделение жилищного коммунального хозяйства. Там нам объяснили, причина такого перепада напряжения, скорее всего, в том, что пробит кабель. По мнению начальника МУП Красногвардейской ЖКХ, нагрузка на кабель была велика. А он не рассчитан на такие перепады. Тем не менее, вопрос так и повис в воздухе. Кто возместит людям ущерб? Не специальная ситуация, которую создали. Я не знаю, законодательство, если предусматривает, что государство может возместить людям этот ущерб. Хотя, по сути, эти ущербы должны возмещать страховые компании. И люди должны страховать свое имущество. Мы обратились в энергопоставляющую компанию республики. Красногвардейская ЖКХ 6 июня обратилась в район электросетей с просьбой оказать помощь на проведение ремонтных работ. На этой линии ремонт был выполнен по заявке ЖКХ силами бригады Октябрьского РЭС. Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос уже о взаимоотношении между жильцами, между Красногвардейским и Красногвардейским ЖКХ. Бытовая техника – удовольствие не из дешевых, особенно в наше время. Энергоубытки пострадавших жителей Красногвардейского составляют тысячи рублей. Чтобы решить эту проблему, специалисты советуют создать комиссию, оценить ситуацию и идти в МУП Красногвардейской ЖКХ. В случае непонимания жильцы могут обратиться в суд. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Красногвардейский район. А мы продолжаем эфир. Оставайтесь с нами. Взрывы в Керчи. Что произошло и как работали саперы? Для того, чтобы залезть на некоторые возвышенности, требуется альпинистское снаряжение. История полуострова живет на Ангарском полигоне. Организатор фестиваля «Хроники Крым» обещает шоу, какого еще не видели жители республики. Действительно, это полномасштабное событие, которое будет проходить два дня. Это музыкальный военно-исторический фестиваль. Лишь этим летом, как никогда раньше, беспокоят крымчан. Количество пострадавших от укусов уже два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Люди, которые обнаружили на себе насекомого, вынуждены сдавать анализы и делать прививки. И все это, как оказалось, не бесплатно. Дарья Костанко узнавала об необходимых анализах и стоимость процедуры. Вместе с теплом появляются клещи. Они, как правило, находятся в траве, попадают на свою жертву, выбирают место укуса и тщательно присасываются. Всем известно, что опасна не само насекомое, а инфекция, которую она может переносить. Если все же встречи с клещом вы не избежали, необходимо будет его не просто извлечь из кожи, а отвезти на экспертизу, которая, к слову сказать, не бесплатная. Вирусоформность клещей при Украине никогда лабораториями на территории Крыма не определялась. Эти лабораторные исследования начали проводиться только с 2014 года. Сдавать кровный анализ, чтобы определить, есть ли инфекция в организме, сразу после укуса, бессмысленно. Специалисты рекомендуют делать это через 5-10 дней и призывают к неотложной профилактике в качестве прививки. У нас есть утвержденные туристические маршруты для детей. И все детские загородные оздоровительные учреждения проводят аккорицидную обработку на своей территории. В Украине этого никогда не проводилось. Помимо этого, Министерство здравоохранения в этом году имеет в достаточном количестве иммуноглобулина против клещевого энцефалита, что позволяет оказывать медицинскую помощь, если есть показания и в этом отношении. Клещей бояться не стоит. Встречи с ними нужно быть готовыми. Так, отправляйтесь на природу, надевайте светлые вещи с плотно прилегающими манжетами, брюками, заправленными в обувь. И периодически осматривайте себя и своих детей, чтобы вовремя заметить вредителя. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробнее о его программе они рассказали крымским журналистам. Идея проведения фестиваля родилась у его организаторов относительно недавно. Осенью прошлого года детальный проект «Хроники Крыма» оказался на столе у министра культуры республики Арины Новосельской. Инициативу поддержали на уровне правительства и Минобороны. А шефство над фестивалем взяли полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев и глава республики Сергей Аксенов. Это впервые такое масштабное событие происходит у нас, когда объединилась сила и красота Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры. И такой красивый продукт, в общем-то, на выходе оказался. Действительно, это полномасштабное событие, которое будет проходить два дня. Это музыкальный военно-исторический фестиваль. Вот кадры из промо-ролика к фестивалю. Организаторы уверяют, такого на полуострове не проводили никогда раньше. Программа действительно впечатляет. На протяжении двух дней зрители станут свидетелями массового мотокросса, реконструкции сражения в Великую Отечественную. Эпизод апрель 44-го, когда освободили Крым. Покажут и возможности современной российской армии. В инсценированном бою истребители пойдут в атаку под музыку Прокофьева «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта». Пробуем сделать то, что, наверное, до нас еще никто не делал. Все делали две-три сцены, но мы выставляем две сцены. Одну сцену мы делаем под оркестр и исполнителей, вторую под театральные действия. Все будет идти одновременно и параллельно. Между ними площадка для военных реконструкторов и действия современной техники. Некоторые моменты будут идти параллельно. То есть танковая атака и оркестр срок группы современной обработки Прокофьева будут идти одновременно. Кульминацией двухдневной программы станет его тематическая часть под названием «С чего начинается Родина?». Крымчане окунутся в историю с момента крещения Руси и заканчивая новейшими крымскими событиями. Пройдет большая выставка военной техники. Практически каждый, я думаю, мальчишка желает залезть в танк или в БТР, или в бронированную машину «Рысь». То есть это все будет представлена возможностью во время нашего фестиваля. Хедлайнерами фестиваля «Хроники Крыма» станут группы «Город 312» и «Агата Кристи». Для всех желающих добраться на полигон «Ангарский» в субботу и воскресенье будет организован платный трансфер. Чтобы на этот раз избежать повторения огромной пробки во время конкурса «Авиадартс», организаторы «Хроник Крыма» совместно с ГИБДД обеспечат дополнительную регулировку транспорта на повороте в сторону Заречного. Тарас Березицкий, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ. В ферму специалисты отряда МЧС особого риска ищут и обезвреживают снаряды времен Великой Отечественной войны. В ближайшие месяцы им предстоит несколько очистить Керченскую крепость от взрывоопасных предметов. Саперы работают не только на суше, но и под водой, ведь рядом идет строительство моста, который свяжет полуостров с материковой частью России. Подробности расскажет Дарья Костенко. Операция началась 1 июня. За это время на территории крепости развернулся целый палаточный городок. Группа специалистов состоит из 25 человек. В нее вошли пиротехники, кинологи, медицинские сотрудники. Сегодня перед ними стоит нелегкая задача – сделать уникальный исторический памятник безопасным местом для гостей. Здесь определенные условия сложности. Это рельеф местности, как вы видите, очень гористый. И для того, чтобы залезть на некоторые, грубо говоря, на некоторые возвышенности, требуется альпинистское снаряжение. Каждый день проходит осмотр территории. При помощи специальной техники найдено уже более 200 снарядов. Принимает участие в поиске инновационный робототехнический комплекс. Он без проблем находит снаряд на любой глубине, делит его на части и уничтожает. Робот может выдержать взрыв до 4 килограммов. Всего же специалистам отряда особого риска предстоит обследовать еще 50 гектаров земли. Денис Педякин – водолаз со стажем. Сегодня он выплыл с находкой. В его руках артиллерийский снаряд длиной 45 сантиметров. Рассказывает, найти его было не так-то просто. Видимость, конечно, нулевая. Много здесь стены, идет ил, иллистое дно, сигналов много. Прибор очень чувствителен, вплоть до серебряных колечек, всяких осколков. За последние два года на территории полуострова обследовано несколько таких объектов. Крепость Керчь – один из самых сложных. Найденные здесь боеприпасы – лишь десятая часть того, что осталось на территории после войны. Работы продолжатся до 17 августа. Дарья Костенко, Александр Тищенков, Служба новостей и ТВ. Таким видели день наши журналисты. Далее новости спорта. Их подготовил Тарас Брезицкий. А я с вами прощаюсь. Хороших новостей. Сборная Крыма в тройке призеров Всероссийского чемпионата общества «Динамо» по мини-футболу. В соревновании, которое на протяжении недели проходило в Крымске Краснодарского края, поучаствовало 25 команд. Крымчане отправили на турнир лучших игроков полуострова по итогам «Спартакеады». Ребята сами не ожидали такого высочайшего уровня, потому что они все практически играли здесь и на Украине. Играли в свое время, были и чемпионами тоже по своим, по мини-футболу. Но здесь получилась ситуация. Они приехали просто. Говорят, уровень очень высокий и тяжеловато было, потому что наша команда была самая возрастная, скажем так. Так вот, средний возраст 33 года было у игрока. А такие сильнейшие команды, как были, чем Волгоград представляла Академия МВД. Молодежь вся, притом сыгранная молодежь, у которых и здоровье побольше. Костяк команды составили игроки сборной федеральной налоговой службы. Исключением стал один игрок, представляющий команду внутренних войск. Всех соперников поделили на три группы. Лучшие представители затем оспорили чемпионский титул на стадии плей-офф. На групповом этапе крымчане провели шесть матчей, в которых одержали четыре победы, чего оказалось достаточно для выхода в следующий раунд. Соперником сборной в полуфинале оказалась команда Волгограда. Благодаря голам Евгения Белоусова, Дмитрия Домникова и Олега Мельника крымчане одержали победу со счетом 3-1, а вместе с ней путевку в финал. Самое удачное, мне так кажется, это полуфинал. Мы на него больше всего настраивались, скажем, побороться, хотя бы выйти в финал, чтобы был хороший, позитивный результат. Играли на маленьком футзальном поле. На газоне с искусственным покрытием два тайма по 20 минут. Выступать пришлось в жестком графике, признаются футболисты, ведь на групповом этапе приходилось играть дважды в день. Несмотря на это, именно крымчанам удалось стать одним из главных открытий турнира. Мы не знали ни формат проведения турнира, мы не знали ни соперников. Но, может быть, нам повезло и помогло как-то, потому что нас тоже никто не знал. Поэтому мы туда приехали и, возможно, это где-то сыграло, помогло нам, мы заняли такое высокое место. На решающий матч у крымчан попросту не хватило сил, уверяют игроки сборной на групповом этапе. Они обыграли сборную Саратова. А вот в финале крупно уступили этой же команде. И тем не менее, для дебюта стать вторыми из 26 претендентов результат более чем хороший, считают футболисты. Очень много было игр, причем все игры тяжелые, потому что все соперники равные. Но, думаю, в связи с этим, когда уже усталость накопилась, команда у нас более возрастная. И уже на финал особо силенок не хватило. Поэтому хотели дать бой, но не получилось. Хотя в группе с ними сыграли достаточно неплохо, в группе мы их обыграли 5-2. Вскоре местную сборную ожидает еще один поединок. В прошлом году в Москве налоговики выиграли спартакиаду по мини-футболу. Теперь в Крым с ответным визитом приедет одна из лучших сборных того турнира. Команда Краснодара и Ростова. Игра в конце июня пройдет в Евпатории. Отделением уголовного розыска МВД России по Кировскому району устанавливается личность неопознанного трупа мужчины, обнаруженного 3 июня в Северокрымском канале. Приметы на вид 40-50 лет, рост 175 сантиметров. Среднего телосложения, волосы светлоруссые с проседью. Особенности зубного аппарата. На нижней челюсти 11 зубов, на верхней 13. Одежда. Тельник морской с длинным рукавом, плачетобумажный, всероссинюю поперечную полоску. Брюки синтетически синего цвета, ремень черного цвета.